Поток беженцев в Европу не иссякает, причем едут не только и не столько из Сирии, но и из других стран Ближнего Востока и Африки. Власти Евросоюза придумывают все новые меры, но легче не становится. Евгений Завадский продолжит тему. Еврокомиссия еще не получила официального уведомления от Стокгольма, а шведские патрули уже приступили к проверке документов в поездах, прибывающих из Дании. Пограничный контроль восстановили в частном порядке, ни с кем не советуясь. А тут еще соседи, нарвежцы, отказались забрать к себе часть шведских нелегалов. Говорят, у самих перебор справится бы с поджогами приютов, но лидеры Объединенной Европы надеются спасти трещащее по швам единство. Последние события в Германии, Швеции, Словении показывают нам, какое давление испытывают сейчас члены Шенгенского соглашения. Но мы намерены сохранить его. В первую очередь нужно восстановить эффективный контроль на наших внешних границах. Без него Шенгенское соглашение не выживет. Главный итог саммита на Мальте – бороться будут не с последствиями кризиса в Европе, а с его причинами, для чего странам Африки, откуда в Старый Свет устремляются сотни тысяч мигрантов, решено выделить почти 2 миллиарда евро. Цель – не просто вернуть нелегалов на родину, но и устроить их жизнь так, чтобы обратно в Европу им уже не захотелось. Но глава Еврокомиссии, лично подписавший документ, сразу заявил – денег понадобится намного больше, да и не все африканские страны обрадуются возвращению своих. Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве со странами Африки, чтобы разгромить преступные группировки контрабандистов, которые делают деньги на несчастье людей. Я считаю, что соглашение, которого мы сегодня достигли, нуждается в улучшении, но прежде всего нужно сделать так, чтобы оно заработало. Всего на комплекс мер по борьбе с нелегальной миграцией страны ЕС решили собрать больше 9 миллиардов евро. Но как скоро это произойдет, неясно. К примеру, Болгария заявила, что пожертвует фонд 50 тысяч евро. Сумма в нынешних масштабах ничтожная, но София уверяет – для нее это большие деньги. В поисках действенных решений генсек ООН объявил, что хочет поменять Верховного комиссара по делам беженцев, предложив кандидатуру итальянца Филиппа Гранди – человека с реальным опытом, исклесившего с гуманитарными миссиями весь Ближний Восток и Африку. Но прямо в разгар саммита пришла новость – у берегов Турции затонул катер. Погибли 14 беженцев, половина из которых дети. И все это на фоне скандала с польским учителем физики из Белостока. Его задача для семиклассников взорвала социальные сети. Вопрос звучал – сколько беженцев нужно столкнуть с плота, чтобы он точно доплыл до Греции? Самое важное – это защитить детей, которых берут в эти ужасные путешествия, найти способ вернуть их на родину, так, чтобы не пострадали их интересы. Но несмотря на все опасности и морские патрули, поток тех, кто пытается попасть в Европу, только возрастает. Ситуацию на сербо-македонской границе наблюдатели называют одним словом – хаос. За последние два дня в Сербию пришли 9-10 тысяч, и еще столько же сейчас на подходе. Что будет с этими людьми дальше и куда они пойдут, никто не знает. Венгрия, заранее отградившаяся стеной из колючей проволоки, заявляет, что не будет принимать даже официально депортированных для дальнейшей отправки их на родину. По методу Будапешта сейчас вовсю действует Словения. За сутки ее армия возвела километровые стены на пути беженцев, отрезав им дорогу в богатые страны Евросоюза.